Генерал Трифонов, как всегда, пунктуален. Перед журналистами появляется еще до начала пресс-конференции. Традиционное общение начинается с хорошей новости. Количество преступлений в области за последний год снизилось в разы. Безусловно, этому пришествовала огромная профилактическая работа сотрудников органов внутренних дел на протяжении всего года. Проводили широкомасштабные комплексные мероприятия, в том числе и с лицами, ранее привлекавшись к уголовной ответственности. Главный полицейский области делился другими данными. В прошлом году правоохранители нанесли серьезный урон организованным преступным группам. За решетку отправлены более полусотни бандитов. Для сравнения, в 2015-м таких задержаний было в два раза меньше. В прошлом году правоохранители раскрыли несколько тысяч преступлений. Среди прочих, убийства девушки 20-летней давности. Внимание журналистов генерал заострил на проблеме мошенничества. В основной массе мошенники действуют дистанционно из других городов. В большинстве своем звонки осуществляются с Новосибирска, с Хабаровска, с Иркутска, с других субъектов Российской Федерации. Очень сложно в этой части работать. Снижение преступности начальник полиции связывает и с появлением дружинников. Сейчас их более тысячи. Еженедельно они выходят на патрулирование административных участков, маршрутов патрулирования. И вот всего с участием добровольных народных дружин раскрыто 19 преступлений на территории Рославской области и более 2600 административных правонарушений выявлено сотрудниками. Главные задачи на год нынешний у областных полицейских остались прежними. Борьба с незаконным оворотом наркотиков, вырубкой леса и неувидающей коррупцией. Дмитрий Жданюк, Сергей Мазилов. Оперативное обещание.